Это новости в форме. С вами Анна Чижелита. Ждобрый вечер. На Борисовском полигоне курсанты учебного центра тренируются в стрельбе из минометов Нона М1 и Сани. В прицеле неподвижные цели. Стрельбавилась полупрямой наводкой с закрытых позиций. Военная академия приняла участие в выставке образования и карьера. Мероприятие собрало ведущие вузы страны, которые представили научные и учебные достижения. На своем стенде курсанты представили образцы виртуальных тренажеров, а именно самолета Як-130, комплекса подготовки операторов-беспилотников, а также виртуальный симулятор БТР-82А. Белорусские армейские спортсменки завоевали золото на чемпионате мира Международного совета военного спорта по стрельбе из лука для военнослужащих. Соревнования проходили в Бангладеше. Всего участия приняло 12 команд. В Слонимской механизированной бригаде состоялся традиционный кадетский бал. Более 200 ребят из Слонима, Бреста, Гродно и Баранович прибыли на торжество. Также на мероприятии присутствовали родители молодых людей. Польша укрепляет реки на границе с Белоруссией. На Свислочи, Истачанке и Буге установят около 2000 камерных стоек и порядка 4500 систем видеонаблюдения. Контроль за территорией будет вестись круглосуточно. Вдоль водных объектов разместят телекоммуникационные вышки и тепловизоры. На проект выделено свыше 90 миллионов долларов. Его планируют реализовать в течение 2024 года. В Литве предложили отменить отсрочки и призывать в армию вчерашних школьников. С инициативой выступил председатель комитета по вопросам образования. Он заявил, что юношей стоит отправлять в армию сразу после окончания среднего учебного заведения. Служить придется 9 месяцев, после чего они получат льготы при поступлении в ВУЗ. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на ТИП-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Телеграм. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова